Энни Оукли, урожденная Фиби Энн Музи, 3 ноября 1926 года, американская женщина-стрелок, прославившаяся своей меткостью на представлениях Буффало Билла ранние годы, Энни Оукли, урожденная Фиби Энн Музи, родилась в 1860 году в округе Дарк, штат Огайо, в семье Квакеров и была шестым ребенком в семье. Ее отец скончался от пневмонии в 1866 году, когда девочке было всего шести лет. В 1870 году нищая мать отправила девочку в местную семью, где и не провела два года в условиях, приближанных к рабским. Своих хозяев она называла не иначе, как волки. Когда ее мать повторно вышла замуж и поправила материальное положение, девочка смогла вернуться к родным. Из-за бедности, последовавшей за смертью отца, девочка редко посещала школу, однако позднее смогла получить дополнительное образование, чтобы поддержать мать, а также братьев и сестер. Стрелять и охотиться Эйни начала уже в восьмилетнем возрасте. Подстреленную дичь она продавала в городке Гринвилл, а также в ресторанах и гостиницах Южного Огайо. Вырученные средства в итоге помогли рассчитаться за закладную ферму матери к моменту 15-летия Эйни. Проявить свой талант Оукли смогла в 1881 году в Цинценате. Странствующий стрелок шоумен Фрэнсис Батлер поставил 100 долларов в споре с местным владельцем гостиницы на то, что сможет побить любого местного стрелка. В организованном состязании между Батлером и 21-летней Оукли победу одержала Эйни после того, как ее соперник промахнулся на 25-й выстреле. За этим последовали встречи и ухаживания и 20 июня 1882 года Батлер и Оукли сочетались браком. Карьера в 1885 она начала выступать в шоу Буффало Билла «Дикий запад», что сделала ее настоящей звездой. На сцене она простреливала яблоко на голове своего мужа, делала дырку в изображении сердца на тузе червей, сбивала пробки с бутылок пулей, задувала пламя свечей и стреляла назад, глядя через небольшое зеркало. Популярностью пользовался трюк, которым она с 90-футового расстояния из ружья 22-го калибра разрывала на куски игральную карту и проделывала в ней еще несколько дырок. Прежде чем та падала на землю, Великобритания Эйни Оукли давала представление для королевы Виктории в Италии, для короля Умберто и во Франции представала перед Марией Франсуа Сади Карно. По одной из просьб она сбила пепел с сигареты недавно коронованного козира Германской империи Вильгельма II. Оукли всячески способствовала службе женщин в вооруженных силах Соединенных Штатов. В апреле 1898 года она написала письмо президенту Уильяму Маккинли, которым предлагала ему услуги 50 женщин-стрелков в случае начала войны с Испанией. Однако с началом испано-американской войны ее предложение не было принято. В 1901 году Оукли попала в железнодорожную катастрофу и получила временный паралич, однако после пяти операций смогла полностью восстановиться. Покинув в 1902 году шоу Буффало Билла, Оукли начала выступать в написанном для нее представлении «Зеу из Тернгеол», где исполняла роль на Энси Берри, использовавшей пистолет, винтовку и веревку с целью перехитрить группу преступников. На протяжении своей карьеры Оукли обучила обращению с оружием свыше 15 тысяч женщин. Оукли твердо верила, что умение обращаться с оружием для женщины не только форма физического упражнения, но и действенное средство самозащиты. В 1903 году в газете Уильяма Херста была напечатана статья, в которой Оукли обвинялась в краже брюк с целью покупки кокаина. В реальности же аресту подверглась бурлеск-танцовщица, называвшая себя Энни Оукли. Хотя сведения из деформационной статьи позже были опровергнуты, репутацией Оукли был нанесен серьезный урон. Поздние годы Энни Оукли продолжала устанавливать рекорды в 60-летнем возрасте. Одновременно она занималась благотворительной деятельностью и выступала в защиту прав женщин. В 1922 году на соревнованиях в Северной Каролине 62-летняя Оукли поразила все 100 выстроенных в ряд мишеней в расстоянии 16 ярдов. В 1922 году Оукли с мужем попали в автомобильную аварию, в результате которой ей пришлось носить ортопедический аппарат на правой ноге. В 1924 году, после полутора лет восстановления, она вновь вернулась к привычной деятельности. Однако в 1925 году ее здоровье пошатнулось и 3 ноября 1926 года. В 66-летнем возрасте она скончалась от пернициозной анемии. Похоронена Оукли в Гренвилле, штат Огайо, Батлер был сильно подавлен смертью жены и умер всего 18 дней спустя.